Сегодня мы празднуем международный женский день, а уже завтра, вполне вероятно, со всеми полагающимися почестями отправим вне закона весь научпоп. Да и нас с вами за компанию. Привет, друзья! Если последнюю пару месяцев вы провели не под камнем, если что, я вас не осуждаю, скорее понимаю, то хотя бы краем уха слышали про закон о просветительской деятельности. Слова-то какие красивые. Которые, скорее всего, уже завтра примет Государственная Дума. Готовишься к ЕГЭ по своим любимым видеоурокам на ютубчике? А ты уверен, что создатель ролика получил лицензию у властей? Можешь не сомневаться, не получал. Борешься с мракобесием на своем уютном канале? А бумажка где? Какая разница, что ты о науке вещаешь? Где бумажка? Рассказываешь в своем инстаграмчике, как вышивать крестиком? Дружок, а твои посты проверили? Ты согласовал? Теперь это тоже просветительская деятельность. Ну, в общем-то, теперь практически все является просветительской деятельностью. Знаете, я сам в некотором роде просветитель. Если на очередном семейном празднике вы не знаете, что ответит тетя Поля на ее каверзный вопрос о вашей жизни, смело заявляйте, что вы просветитель. Более того, теперь это даже не будет шуткой. Под просветительской авторы законопроекта предлагают понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок для профессионального, творческого или интеллектуального развития. Вот наш с вами разговор сейчас по этому определению является просветительской деятельностью. Любой ролик и беседа о науке, социальных проблемах, не знаю, феминизме, рисовании, отлично сюда вписывается. Вы учите младшего брата читать? Поздравляю! Вы просветитель! Вот я сейчас активно занимаюсь рисованием. Мои успехи, или их отсутствие, можете наблюдать в моем инстаграме, ссылка в описании. Использую мастер-классы и туториалы на ютубе, и теперь их авторы попадают под действие этого закона. Теперь самая обычная деятельность... Смотрите, как можно красиво ноготочки оформить! ...попадает под абсолютно неопределенное на данный момент регулирование. Порядок, условия и формы ведения просветительской деятельности, а также контроля за ней, устанавливаются правительством Российской Федерации. Что это за порядок, условия и формы, на данный момент неизвестно. Если правительство Российской Федерации не утверждает никакого порядка, или утверждает его в таком же вот мутном виде, как здесь написано, дальше ничего не происходит. Если правительство Российской Федерации утверждает порядок, согласно которому каждый, кто хочет прочесть лекцию, должен прийти к Мишустину и получить его визу, на плане лекции своей, а также основных тезисах, а также слайдах, то она это сделает. К чему я клоню? Это не просто рамочный закон. Это закон, так сказать, позволяющий образоваться широкому полю для произвола. Понятно, что мы теперь все просветители на уровне, ну уж минимум, физики с Побединским, а то и Дробышевского. Но все же до недавнего времени просветительская деятельность ассоциировалась с наукой. И логично предположить, что авторы законопроекта тесно сотрудничали с российскими учеными. Хорошо я пошутил, правда? Никто даже не подумал обсудить текст документа с Академией наук, хотя в нем речь идет об уставной для нее деятельности. А зачем? Вы только вдумайтесь, против закона о просветительской деятельности единогласно выступили члены правления РАН. Реакция наших законотворцев. Депутаты 17 февраля вновь объяснили свою позицию необходимостью противодействия западным государствам по вмешательству в наши внутренние дела. Это вызвало недоумение оппонентов, которые возразили, что таким образом противники России занимаются просвещением, а сторонники должны его придушивать. Понимаете, это западные страны вмешиваются в наши внутренние дела, и поэтому мы по новому закону все вдруг стали просветителями. Ну то есть вот эта вот безграмотность определения и максимально широкие расплывчатые формулировки, это все для того, чтобы западной угрозе противостоять. Понятно. Нет. А зачем новый закон, собственно говоря, нужен? Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию, проводимые в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя. Понятно. Вот, например, ролик трэш-смэша о гомофобии. Во-первых, теперь его автор 100% просветитель. Заметим, не гражданин Российской Федерации. Его деятельность согласована? А сам ролик? Разве его тематика не может быть в нашей стране приравнена к пропаганде? А видео о секс-просвете? В законе говорится и о сотрудничестве с иностранными организациями и учеными. Не волнуйтесь, теперь этих контактов, скорее всего, станет значительно меньше. Фух, слава богу. Я вообще не понимаю, зачем ученым из разных стран обмениваться знаниями и опытом. Пш, ерунда какая. Строй, наверное, хотят подорвать. Если поправки о просветительской деятельности примут, от них может пострадать не менее 40 известных нам просветительских проектов. Власти смогут серьезно ограничить их работу или вовсе потребовать от них закрытия. Зато антироссийские силы не пройдут. Многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирования, согласования и содержания каждой лекции. Говорится в петиции на Change.org. Ее уже подписали несколько сотен тысяч человек. У нас с вами, кстати, остался буквально один день, чтобы ее поддержать. Но я бы советовал обратить внимание на аппетицию на сайте Рои. Ссылку оставлю в описании. Есть мнение, что этот сайт пользуется большим уважением у наших законотворцев. Некоторое время назад Политехнический музей оказался в сложном положении, когда его просветительские детские кружки решили приравнять к образовательным. То есть бумажные волокиты, лицензии, педагогическим образованием просветителей. Это были первые звоночки. Теперь это ждет всех. В тексте нового законопроекта говорится в том числе и об экстремизме в лекциях просветителей. Какие молодцы депутаты с экстремизмом и нетерпимостью борются. Но у нас уже есть законы, регулирующие эти моменты. Они уже есть. Не надо ничего нового придумывать. Горшочек не вари. Авторы же слышали про 282 статью Уголовного кодекса. Скажите, что они слышали. Мы ведь, по-моему, приняли закон о недопустимости одиночных пикетов. Так? Есть у нас. Недопустимости одиночных пикетов. Одиночные пикеты. Можно проводить? Зачем еще один максимально абстрактный закон? Чтобы осудить кого угодно за что угодно? Понимаете, если я вдруг в своем ролике начну разжигать религиозную или национальную рознь, меня и так можно привлечь по действующему законодательству. Никто мне не позволит нести все это в массы. Точно так же, как вас могут осудить за подобный пост, к примеру, в инстаграме. Для этого не нужно выдумывать какой-то новый закон, по которому все вдруг стали просветителями. Итак, уже мы защищены. Не волнуйтесь, нельзя переписывать истории. У нас уже достаточно законов, которые защищают нас от переписывания истории. А если кто-то продолжает ее переписывать, ну, значит, наверное, уже действующие законы не особенно соблюдаются. С чего вдруг новый закон начнет работать, если предыдущие, ну, судя по логике, не работали, раз нужно новые применять. Вообще непонятно. Но, с другой стороны, я, в принципе, мало что понимаю в этой жизни. Давайте честно скажем. Вот что пишет основатель антропогенестру Александр Соколов. Бюрократизация сделает немыслимым участие в просвещении для людей, которые делают это в свободное от работы время. И убьет мелкие научпоп-проекты. По сути, это может стать реальной цензурой. Кто и как будет проверять все материалы, которые какие-нибудь просветительские каналы выпускают по нескольку в день. Скорее всего, будет иметь место выборочное использование закона. Пострадают самые яркие и заметные. Скорее всего, самые качественные и ответственные. Охватить контролем все информационное поле невозможно в принципе. Поэтому регулирование будет применяться выборочно и может стать репрессивным инструментом. Логично, что если по действию законопроекта по сути попадаем все мы, рассказала на перемене подружки, как плести фенечку из бисера, просветитель, его выполнение просто невозможно контролировать. Зато в случае чего, можно будет отлично применить. Ну как можно всерьез рассуждать о документе с настолько расплывчатыми формулировками? Как он вообще появился в таком виде? Что дальше? Законопроект против всего плохого? А что конкретно является плохим, будет решать господин судья. Нет, ну правда. Теперь ваш сосед-алкоголик, орущий что-то невразумительное в коридоре, и утопия шоу, просветители. Ну одного поля ягоды. Можно искать где-либо шпионов и вредителей, это один подход. А можно объявить шпионами и вредителями всех, а потом искать из этих людей исключение, кто не вредитель и не шпион. И очевидно, что в данном случае демонстрируется второй подход. Естественно, никто с просветителей из тиктока, вещающего о прическах, ничего требовать не будет. Наверное. А если он же вдруг заговорит о толерантности и правах человека? Отвечаю уже как просветитель с лицензией. Ну вот есть бьюти-блогер. Обзорчики, макияжики. Да, теперь этот ютубер-просветитель. Добро пожаловать в светлое будущее. Точнее, настоящее. Кстати, ничего не имею против бьюти-блогеров. Замечательный, полезный для людей, которые увлекаются макияжем, контент. Не подумайте, здесь в моих словах нет никакого пренебрежения. А то мало ли что. Так, на будущее. А потом, бац, в ролике вопрос-ответ дама заявляет, что не против, к примеру, мужского макияжа. И вообще, гендерный стереотип это плохо. А еще она child-free и феминистка. Этот незарегистрированный просветитель точно не по указке запада скрепы подрывает. Сплошные вопросы. Только вот отвечать на них будем не мы с вами. Да, друзья, теперь я просветитель. Корону на голову. Сейчас же. Мне.